Любовь начинается с уважения. Хотите любви в жизни? Нужно научиться больше уважать то, что нужно сделать для близкого человека, чем то, что нужно вам от него. Мы очень сильно знаем, что мне нужно, но не знаем совсем, что нужно ему. Вот когда мужчина рядом с женщиной живет, он должен пожертвовать ей. Пожертвовать, это буквально жертва мужчины, жертва. Он должен пожертвовать ей ее желание наслаждаться атмосферой, в которой она находится. Пускай сама все прибирает, ее это наслаждает. Пускай сама командует квартирой, что как должно стоять. Не трогайте это все. Пускай спит сколько хочет. Пускай кушает самое сладенькое. Если вы заметили, что в холодильнике самое сладенькое все время пропадает, вам не достается, ничего страшного. Она родилась для этого, чтобы самое вкусненькое было у нее. Допустим, мы с женой рядом сидим, кушаем, и я смотрю, наблюдаю за ней. Женщина, она не ест, она пробует счастье, она ищет счастье в еде. Это попробовала? Так. Это счастье не дает. Все, я это не пробую. С точки зрения мужчины, пища пропадает. Еда пропадает. С точки зрения женщины, гусь пропадает. Главное, чтобы счастье было. Потом мы это попробуем. О, а вот это мне сегодня, именно сегодня нравится. Это значит, что правильное поведение мужчины, у него в тарелке тоже это лежит. И это не ешь. Или ешь в последнюю очередь. Потому что, когда она свое все это, что ей нравится съесть, она начнет есть из твоей тарелки. Неважно, нравится это тебе или нет, не имеет значения. Потому что женщина родилась для счастья. И это значит, что она все съест из твоей тарелки, что ей нравится. И ты должен быть рад. И если ты этому рад, дальше что происходит? Она становится счастливой. Жду не такой муж, который ей отдают все в свои тарелки. И все это счастье возвращается тебе назад. Потому что ты, мужчина, не может выделять из себя счастье. Он может наслаждаться только счастьем своей жены. И поэтому ее надо сделать счастливой, чтобы она тебе всегда дарила счастье. Спасибо за поддержку. И тогда ты будешь счастлив. Если женщина хочет под защитой быть, под защитой, не надо самой себя защищать. Не надо бояться за будущее вашей семьи. Пускай он боится, пускай делает глупости, пускай сам защищает. И когда вы это делаете, он начнет вас защищать качественнее. Он захочет сделать так, чтобы все было правильно. Он начнет вас слушать, доверять вашему мнению. Потому что вы позволили ему быть мужчиной. И когда женщина позволяет мужчине быть мужчиной, он становится благородным человеком. и дает ей возможность сказать свое мнение об этом вопросе. Потому что его мнение главное же, правда? Дает ей возможность сказать свое. Когда она говорит свое мнение, оно проходит очень глубоко в его сердце. Мужчина все равно не поменяет свое мнение, пока по башке не получит. Понимаете? Потому что он на практике все узнает, мужчина. Но женское сердце, это как предохранитель. Понимаете? Если женщина позволила ему принять решение и свое мнение иметь, то когда она свое мнение говорит, то это такая штука, которая глубоко-глубоко в сердце заходит. И в тот момент, когда он должен сильно по башке получить, он не получает, потому что он вспоминает мнение жены. Она таким образом защищает его в последний момент из этой опасности. Допустим, он работает, работает, и в тот момент, когда инфаркт должен произойти, если вы приняли, вы простили, по-доброму относились, то в этот момент инфаркта не происходит. Потому что он вспоминает, что ему говорила жена или мать, не имеет значения. Но если вы его пилите, ты много работаешь, много работаешь, не отдыхаешь, то это будет обратный эффект. Он будет идти наоборот в свою сторону. Потому что мужчина, когда они признают его мнение, он вопреки здравому смыслу и вопреки даже собственной жизни будет делать так, как он считает нужен, для того, чтобы остаться мужчиной в жизни, для того, чтобы не стать женщиной. Понимаете? Потому что ему главное остаться мужчиной в жизни. поэтому он будет делать все так, как считает нужным. И таким образом вы его толкаете на погибель, если так себя ведете. Дайте ему возможность иметь свое мнение, он будет более чувствительный к истине. Он будет сам решать, правильно это или нет. Если вы ему говорите, это неправильно, это неправильно, ему решать нечего. Он будет считать, что точно у меня все правильно. То есть вы его ослепляете таким мнением. Не даете ему возможность двигаться вперед. Поэтому ставьте мужчину выше правды. Вы знаете правду. Поставьте человека выше правды. Дайте возможность человеку жить, как он хочет. Точно так же женщина, допустим, женщина из-за того, что она ленивая, постоянно болеет, кашляет постоянно, у нее какие-то проблемы со здоровьем. Я про свою жену говорю. Ей нравится спать, много спать. Несмотря на лекции Олега Геннадьевича, все уже давно знают, что надо рано вставать, кроме моей жены. Я не трогаю ее. Она спит столько, сколько хочет. И когда это знание глубоко в ее сердце входит, она говорит, я не знаю, что мне делать, чтобы вставать пораньше. Я говорю, единственный способ, может ты с подружками будешь договориться. Она уже начинает созваниваться с подружками, чтобы раньше вставать. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если я ее не трогаю, она развивается в этом направлении. Если я ей буду говорить, вставай пораньше все время, она будет назло спать столько, сколько она хочет и больше. Почему? Потому что я таким образом вмешиваюсь в ее женскую природу, оскорбляю женскую природу. Понимаете? Нельзя оскорблять женщину женскую природу. Дать ей возможность быть женщиной. Мужчине надо дать возможность быть мужчиной. Все мы ошибаемся. Женщина ошибается в своей линии, мужчина ошибается в своем упрямстве. Но это одно и то же, понимаете? Мы все одинаковые. Но когда мы даем возможность быть самим собой, в этот момент мы даем знание человеку. И так же сохраняем семью. И самое главное, вы должны понять, любовь, как бы в жизни человека, любовь всегда возникает только в том случае, если ты ставишь свое ниже его. Если ты согласна счастье отдать ему, тогда придет твою жизнь любовь. Если мужчина согласен ей отдать счастье. Пускай он будет счастлив. Женщина, когда не чувствует, что все правильно идет в жизни, она не очень счастлива. Но она делает так, как муж хочет, для того, чтобы он развивался. И тогда будет любовь. Правильно, может быть, все не будет, но будет любовь. А любовь выше всего. Понимаете? Любовь выше знания, выше правильности. Если любовь в вашей жизни есть, так и знания также будут. Поэтому изучайте, как сделать счастливым близкого человека. И он вам подарит любовь тогда. Не пытайтесь наслаждаться, не пытайтесь быть счастливым с близким человеком. пытайтесь сделать так, чтобы он был сам счастливым. Спасибо.